Девятого июля состоялся традиционный молодежный слет, организованный первичной профсоюзной организацией Тверские вагоностроители и Тверской областной организацией Российского профсоюза работников промышленности. На этот раз мероприятие стало юбилейным. Слет проводится в двадцатый раз. Всем привет! Сегодня мы находимся в одном из самых живописных мест Тверской области. Сегодня здесь молодежный слет, который организует профсоюзная организация Тверского вагоностроительного завода. Нас ждет масса интересных конкурсов, море положительных эмоций и впечатлений. Заявку на участие в слете подали члены профсоюза из различных подразделений Тверского вагоностроительного завода. Тема слета, как и всегда, продумана и интересна. На этот раз слет превратился в спартакиаду. Федерация Тверских профсоюзов рада приветствовать на этом мероприятии в такой солнечный день самую большую, самую активную, самую лучшую первичную профсоюзную организацию нашего Тверского региона. Это первичная профсоюзная организация Тверские вагоностроители. Состав каждой команды был сформирован путем жеребьевки среди участников мероприятия, чтобы люди из разных подразделений могли лучше узнать друг друга и подружиться. По условиям спартакиады каждая команда должна выполнять определенные задания. Это способствует формированию коллективного творчества и слаженной работе. Сегодня в этом прекрасном месте под названием «Сказка.Русь» проходит уже традиционный, 20-й, можно сказать, юбилейный молодежный слет. Первичная профсоюзная организация Тверские вагоностроители. Без молодежи дальнейшее движение профсоюза просто затухнет. В наше время одним из приоритетов профсоюза на всех его уровнях продолжает оставаться работа по формированию командного духа, поскольку это ощущение единения, согласованности, солидарности с членами коллектива. В бизнесе командный дух сочетает в себе человеческие и профессиональные качества, а в свободной дружеской обстановке сотрудники единой команды работают над достижением общих целей, и первоочередная задача здесь именно – сплочение коллектива. В экстремальных условиях командный дух является особенно ценным активом. Все сотрудники компании стремятся преодолевать трудности, сохраняя при этом позитивный настрой и атмосферу. Сегодняшнее мероприятие – это один из тех приятных бонусов, которыми могут пользоваться члены профсоюза, нашего профсоюза работников промышленности. Кроме того, в коллективе, состоящем из представителей разных поколений, связь необходима для обмена опытом и навыками. Хотел пожелать, как говорится, хорошего настроения, удачи во всех делах, чтобы каждый нашел здесь себя по интересам, чтобы у каждого был какой-то посыл непосредственно к работе, потому что все-таки это профсоюзный слет, и наша самая главная задача – это сплочить наш коллектив на работу. Не за горами осень, и я приглашаю вас на концерты киноконцертного зала «Панорама», которые состоятся этой осенью. 23 сентября на сцене киноконцертного зала «Панорама» выступит легенда российского рока группа «Калинов мост», лидером и автором подавляющего большинства песен которой является Дмитрий Ревякин. Музыкальный стиль коллектива многие журналисты определяют как фолк-рок, однако сами музыканты предпочитают говорить, что просто играют песни. Везде пели, тогда пели везде, мы на переменах пели в школе, то есть перемена начиналась, мы начинали петь какие-то песни. Это было, ну как, это было общее правило, такая атмосфера была песенная. Всем известно, что река Смородина и Калинов мост часто упоминаются в славянской мифологии. Еще говорят, Калинов мост – это горького опыта мост. В старину считалось, если приобретешь мудрость, которую надо из реки жизни добыть, то найдешь, чего искал. Но прежде надо на Калиновом мосту в бой вступить чудищем многоглавым. И у каждой головы есть свое название – лень, зависть, чревоугодие. Да сколько их еще? Не каждому удавалось перейти через Калинов мост, не каждому по зубам этот рубеж. Казалось бы, эта тема под силу возрасту, а нет. Я три года дома не был, С ботей в баню не хотел, Видел я чешое небо, Изнасил мундир до дыр. Надо мной теманили тучи, Гром гремел, сущалость мгла. Я терпеть судьбой обучен, Вера в братцы помогла. В 1986 году молодые ребята под руководством Дмитрия Ревякина называют свою группу «Калинов мост», явно вкладывая огромный смысл в это название. Сегодня Дмитрий Ревякин серьезно погружен в христианскую веру, но не спешит на себя называть православным. Как выразился сам музыкант, встретить православного человека ему пока не довелось. Кто на пути, кто пытается отыскать путь. Хотя история коллектива началась намного раньше, чем возникло известное всем название. В 1984 году студенты Новосибирского электротехнического института Дмитрий Ревякин и Дмитрий Селиванов, не пройдя отбор в художественную самодеятельность, решили создать собственную рок-группу. Уже в конце декабря 1986 года группа записывает свой первый альбом, который распространялся по стране на магнитных лентах. Однако до начала 90-х годов выступления группы чаще всего проходили в родном Новосибирске. С подачи лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, познакомившегося с Дмитрием Ревякиным во время новосибирских гастролей «Калинов» мост приезжает в Ленинград, где в качестве гостя выступает на 6-м фестивале Ленинградского рок-клуба. Однако особенно успешным было выступление коллектива на знаменитом фестивале в Подольске, который состоялся в сентябре 1987 года. Именно оно принесло «Калинову мосту» общесоюзную известность. Студийная деятельность группы началась в 1988 году. В это время Дмитрий Ревякин познакомился со Стасом Намином, который сделал ему предложение о сотрудничестве. Надо сказать, эта дружба двух незаурядных личностей продолжается и по сей день. Просто меняются приоритеты у людей. И всё. Вот если там... Ну, кто-то не тянул, конечно, там, потому что вот вы спрашивали, как вот вы за эти годы там... Ну, конечно, и понимание... И понимание возникло, что требуется тебе, как кто играет. Ты же не можешь там любого взять, там, какого-нибудь, там, не знаю, там, Мальмстима, да, к себе в группу и играть с ним. Понятно, что это... Что он не справится. И мы не справимся. Для группы Калинов Мост 90-е годы выдались сложными. Музыканты прошли путь от всесоюзной известности до полного забвения. Надо сказать, что за время существования Калинов Мост выстраивает собственную вселенную, объединяя традиции русского песенного фольклора и рок-музыку. Вот уже более 35 лет солидные сибирские музыканты во главе с Дмитрием Ревякиным объединяют высшие достижения коллектива. На сегодняшний день Калинов Мост остается действующей группой, регулярно играющей концерты и записывающей студийные альбомы. С 2006 года коллектив остается в неизменном составе, как отмечает Дмитрий Ревякин, и может справиться с любой поставленной задачей в плане музыки. Рядом ты была, переглак пыла, было невдомёк, я не доглядел, носы расплела, поводом ушла, стынет поцелуи. А у семи ключей кто тебя учил? Кто о чём молчал? А у семи дорог кто тебя женил? С кем ты меня венчал? Вместе мы с тобой разная. С пепел до зла И с концом в конец без края До встречи в киноконцертном зале «Панорама». Оставайтесь с нами, заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы и будьте всегда в центре событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!